Всем привет, меня зовут Лена. Приглашаю на мой канал Кул Таймс, там много классных топов. Вы узнаете, что в мире называют русским, какие семьи самые необычные и что ждет нас в будущем. BMW всегда была компанией полной мечтателей и безумных ученых. Эти люди всегда стремятся сделать то, что никто еще не воплощал в реальность. Концепты автомобилей – отличный способ показать новые технологии и дизайн, которые будут использовать в будущих серийных автомобилях BMW. Поэтому давай взглянем на самые крутые концепт-кары от BMW. E25 Turbo был построен к Олимпиаде 1972 года, прошедшей в Мюнхене. И для технологий того времени был очень даже современным. В нем есть радиолокационная система для оповещения водителя о бордюре и различных помехах. По тем временам это был хиппи-стайл, который ломал все стереотипы того времени. BMW 328 Home Edge Concept 2011 года – это двухместный автомобиль с шестицилиндровым двигателем. Корпус выполнен из углепластика и алюминия. Построен он по мотивам 328 серии 1930-х годов, поэтому неудивительно, что он выглядит так странно. З-18 был первым внедорожным BMW. Его представили за 4 года до X5 в 1995 году. В отличие от X5 это был кабриолет, но внедорожный, а еще пикап двухместный или четырехместный. Под крышу на кроме спрятали еще ряд сидений. Пластиковый кузов стоял на стальной пространственной раме, напоминавшей каркас гоночной лодки. Инженеры говорили, что машина может легко идти по спокойной воде. Спикап представлен был концепт в 1969 году на Женевском автосалоне. Но в отличие от других концепт-каров, сегодняшнего дня автомобиль на самом деле был готов для эксплуатации. Шасси было взято от BMW 2000 CS в комплекте с двух с половиной литровым рядным шестицилиндровым двигателем. Через некоторое время после шоу машина была приобретена голландским бизнесменом, который ездил на ней регулярно. Но затем она скрылась в безызвестности в течение нескольких десятилетий. В настоящее время она восстановлена и была продемонстрирована в музее BMW в Мюнхене. Итал-дизайн BMW NASCAR C2 Первый и воистину элитный суперкар появился в далеком 1991 году. Дизайном этого проекта занимался легендарный итальянский дизайнер Джорджетто Джоджаро. Внешний вид автомобиля, которому уже более 20 лет, может поразить умы и современных автолюбителей. Под капотом этого монстра находился силовой агрегат V12, который с легкостью выдавал мощность, равную 350 лошадиным силам. Разгон до сотки в нем был всего за 3,2 секунды. На презентации в 2011 году был представлен потрясающий проект автомобиля BMW X-Cope. Концепт основывается на шасси от известного BMW X5 и представляет собой кроссовер-купе. Основной особенностью концепта BMW X-Cope является багажник, открывающийся вниз, уменьшенный размер кузова и заметно увеличенные в диаметре диски. Дизайнеры решили использовать необычные линии кузова, сделав форму автомобиля, похожую на пламя. М1 Homage Concept. Прототип был выпущен к 30-летию концерна BMW в 2008 году. Данные пока еще концепт-кар поражают в первую очередь своим дизайном. Плавные элегантные линии в нем сочетаются с жесткими деталями. О технологических характеристиках этого концепта ничего не известно, так же как и о приблизительной стоимости и количестве произведенных моделей. Мэйл Мигля. Суть концепт-кара раскрывается из его названия Мэйл Мигля. 1000 миль. Одноименная гонка по дорогам общего пользования протяженностью 1609 километров проводилась до 50-х годов и с самого начала считалась тяжелейшим испытанием. Машина построена на очень легком шасси. Несущая пространственная рама выполнена из алюминия, а экстравагантные кузовные панели выклеены из армированного углепластика. Серебристый цвет строго соответствует довоенному гоночному регламенту. Для доступа в салон вся застекленная часть кабины поднимается вверх. Крупные плоские закруглые фары на светодиодах и 3,2-литровый двигатель мощностью 343 лошадиных силы под капотом. Превосходно! Gina Concept. Этот концепт 2009 года может менять свою форму за счет того, что под его каркасом, обтянутым тканью, располагаются маленькие стальные балки, которые двигаются при помощи управляемых компьютером гидравлических мини-установок. По-моему, это самая необыкновенная и удивительная машина в мире. BMW i8. Этот концепт-кар был представлен в 2009 году, а первый серийный образец на Франкуртском автосалоне в сентябре 2013. Авто представляет собой полноприводное двухдверное купе. Шасси и подвеска сделаны из алюминия. Крыша и двери выполнены из поликарбоната. Наиболее важная информация, как показания спидометра и маршрут следования, выдается на лобовое стекло в фоновом виде, за счет чего водителю не приходится переводить взгляд на панель приборов. В движение BMW приводится за счет сочетания двух электродвигателей, питающихся от литий-ионных аккумуляторов и полтора-литрового трехцилиндрового бензинового двигателя с турбонаддувом. Такой вот гибрид. Недавно его, кстати, перевернул один журналист из Мексики, который взял с ее чудо всего лишь на тест-драйв. Да, неплохой тест-драйв вышел, правда? Да.